Приветствую вас, и разбираться мы с вами будем по вашему тексту достаточно последовательно. То есть я буду читать ваш текст и давать какие-то комментарии. Значит, меня зовут Катя, в Новый год мне исполнится 27 лет. Летом я вышел замуж, то есть замужем полгода получается. Без меня мучают несколько проблем, которые, конечно, в депрессии не дают жить. Давайте сразу мы с вами определимся так, что у вас не депрессия. То есть депрессивное состояние, да, может быть, но не депрессия. То есть у вас апатия, у вас, знаете как, такое состояние, когда человек, хоть что бы он ни делал, да, я там прочитал ваш вопрос, в принципе, так, смысл его вник, и что бы человек ни делал, у него ничего не получается. Знаете как? Животное в клетку. Вот животное в клетку засасают, да, и начинают проводить слабый ток, слабый ток. Вот оно впервые месяца, 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 а потом просто ложится и прекращает всякие попытки что-либо делать. И вот только здесь в том, что у вас именно это состояние, что вы не чувствуете, что вы делаете что-то правильно, вы не чувствуете, что от ваших действий есть результат, и именно это вгоняет вас в депрессию. Как вы говорите, но депрессия это, вообще-то говоря, на самом деле депрессия это болезнь, и говорить о том, что она у вас, в смысле депрессия, я бы не стал. Дело в том, что это у вас действительно депрессия, то вам в таком случае рекомендуется обратиться к врачу, к психиатру, для того, чтобы он вам назначил лечение соответствующее, и, собственно, вот тогда можно будет именно с депрессией вашей что-то сделать. То есть то, как вы сейчас себя ведете, то, что вы делаете, то деятельность, которую вы устраиваете, она является, ну, очевидно, неэффективной в вашем случае, в вашем... в вашей ситуации. Так? Вот. Значит, давайте и дальше. Я не могу найти работу уже полгода. Я выучился на пиар-специалиста, некоторое время работа в газете, но она закрылась. Давайте сразу... Вот вы, значит, выучились на пиар-специалиста. Значит, давайте сразу у вас спросим, значит, чем был обусловлен ваш выбор, то есть иными словами, почему вы выбрали именно эту работу, именно пиар-специалиста вы выбрали для себя. Это первое. Сама пословлен ваш выбор. Второе. Значит, как вы отнеслись к тому, значит, что газета, в которой вы работали, закрылся? То есть, как вы восприняли это для себя, что она закрыла газету? Условно говоря, считали ли вы, там, себя в этом виноваты, допустим? Полагали ли вы, что, ну вот, ее закрытие как-то на вас отражается? Абрали ли вы на себя ответственность за то, что она закрылась? Как вы отнеслись в общем к тому, что газета закрылась? И скажите, почему вы выбрали свою профессию? С этим нужно разбираться, потому что пиар-специалист, то есть, если я правильно помню, пиар это продвижение, пиар это по сути делом раскрутка, это далеко не самая легкая профессия, и она связана с общением, с общением с множеством людей, и мне вот не очень понятно, с учетом того, что вы написали дальше, с учетом того, как вы сами себя описали, с учетом того, какая картина складывается в ваших отношениях, я имею ввиду отношений с мужем, я имею ввиду картина ваша, я имею ввиду психологический портрет, как складывается в вас, вот, с учетом всего этого, не очень понятно, вообще-то говоря, как вы пошли на значит, пиар, ваша ли эта профессия вообще, если да, то может быть имеет смысл как-то подумать над тем, чтобы, может быть, оптимизировать это, то есть, по сути дела, как-то вот по-другому немножечко организовать деятельность, да, вот, значит, либо вам, ну, на самом деле нужно будет переучиваться на какую-то другую профессию, то есть, если вы не можете найти работу по этой специальности, то, очевидно, то, что вы делаете, не является совсем вашим, не является тем, что вам по душе, тем, что вас привлекает где-то в глубине души, тем более, как вы говорите, что вам нужна работа именно по душе, то есть, вот, это точно, конечно, довольно-таки, такая, любопытная, на мой взгляд, деталь, что значит для вас работа по душе, что вы в нее вкладываете, ну да ладно, надеюсь, вот, суть того, что я сказал, вы сейчас поняли, нужно пересмотреть свою профориентацию и подумать, почему вы выбрали именно эту сферу деятельности, правильно, зачем пробовала работать с критарем, оно совсем не понравилось, менеджером, но там были задержки зарплаты, ну смотрите, вот вы пиар-специалист, да, давайте подумаем, будучи пиар-специалистом, какие навыки входят в вашу специальность, то есть, что вы, вообще-то, говоря, должны делать, что вам нужно делать, что входит в ваши обязанности и чему, собственно, вас учили, вот, это то, что, мне кажется, вы забываете за всеми своими проблемами, хотя на самом-то деле, по-моему, по-моему мнению, это очень важно, очень важно, чтобы вы отдавали себя счет, чем же вы все-таки занимаетесь, потому что, вот, например, пошли вы на секретаря. Хорошо. Вопрос, а зачем вы пошли на секретаря? Что вами двигало, когда вы пошли на секретаря? Что вы хотели? Деньги или занятость, или вот что? если честно, вот этот момент, он, ну, как-то, знаете, не очень понятен лично мне. То есть, это нужно тоже рассмотреть. Какая у вас мотивация работать? Для чего вы хотите работать? Значит, если вы хотите просто ради себя работать, для себя работать, это одно. если вы хотите ради денег, это немножечко другое. А если вы хотите, чтобы реализоваться, это все-таки точно отдельный немножечко момент. Понимаете? То есть, здесь нужно разбираться. Далее, менеджеров, это более к пиар специалистам не кажется подходит, но там были задержки зарплаты. В итоге, ваша форма исписана записьюми. Как вы говорите, ну, исписана записьюми, хорошо, и что? Вас как-то задевает, вам это не нравится, вы считаете, что вас это дискредитирует? Непонятно, почему вы так считаете. Далее, в общем, мыкалась везде, пыталась стабильно строиться. Вы пишите, мыкались везде, но при этом вот к старым вам не нравилось, с чем, почему вам не нравилось работать к старым? Менеджерам, но там были задержки зарплаты, хорошо, с чем они были обусловлены, эти задержки зарплаты? То есть, складывается ощущение, что вы не до конца осознаете свою мотивацию и смысл, смысл того, что вы делаете. Зачем вам работать? Зачем вам работать? Далее, в итоге, по знакомству, вы устроились журналисту, по знакомству. Значит, пиар-специалист и журналист. Ну, не очень добираемся, если честно, в этих специалистах, но мне кажется, что пиар-специалист и журналист это немножко разные вещи. На журналистском, на журфаке учат, людей учат говорить, на журфаке людей учат общаться, на журфаке прямо воспитывают коммуникацию, у вас же, как я понял, с этим есть проблемы и ничего удивительного, что вам это не нравится. после полугода начали искать недостатки в вашей работе. То есть, смотрите, вы пишите, после полугода стала искать недостатки в своей работе. То есть, у вас была свободная работа, но были недостатки, которые, которые, наверное, эту работу как-то перекрывали. Значит, было очень далеко ей платили немного, коллектив был не очень хороший, я не чувствовал свою полезность и нужность компании. Ну, вы знаете, ваша ситуация, она достаточно распространена среди вот людей, и надо сказать, что нового в ней ничего нет, уникального тоже нет ничего. другое дело, что, ну вот, возможно, у вас пропал стимул. То есть, вы хотите через свою работу реализоваться именно в чем-то личном, в чем-то для себя. И, вероятно, именно это ваша основная ошибка, что вы хотите реализоваться в чем-то личном, в чем-то для себя. Почему? Я отвечу вам на этот вопрос. Это связано с тем, что, значит, не бывает, точнее, бывает, но очень редко, когда работа одновременно и стабильна, одновременно и денежна, и в то же время позволяет человеку реализовать себя. Это очень большая редкость, поэтому, если вы ищете стабильную и относительно вашу работу, то она, как правило, будет не любимой, а реализовываться вам нужно именно в хобби. То есть, нужно разделить мотив и разделить смысл. Да? Значит, вы работаете, чтобы получать деньги, например, вы работаете, чтобы у вас шел стаж, и в то же время вы ищете хобби для себя, чтобы как-то вот реализовывать. причем впоследствии хобби может перенести во что-то прибыльное и основную работу вы можете оставить. Далее, вы встречаете своего мужчину, планируете с ним свадьбу, медовый месяц, на море в июле выявили, начальник сказал, что плохо работаешь, я начал на твоем месте другую девочку, но начальник увидел, что вы не цените работу, не стараетесь ее выполнять, и вообще относитесь к ней откровенно, как к какому-то испытанию и пытке, и в итоге понял, что вы не перспективный работник, и в результате этого вас удал. Я рыдала в подушку и ушла сама. Почему рыдали, если работа вам не нравилась, если вас это вообще не устраивало? Почему не пытались поговорить с начальниками, сказать ему, что вы исправитесь? Собственно, почему не остались и не требовались нигде денег? Тоже это очень важный момент, хотя и не такой. Ладно, чтобы вы поняли мои предыдущие мысли. Дальше. Я вышла замуж и в августе начала искать работу. Вопрос, вы в июле ездили на море или нет? До сих пор ничего не нашла. Ну, наверное, потому что, наверное, потому что вы, как я уже сказал, через все много значений придаете работе. Работаю во фрилансе, пишу тексты, у меня по два, по три собеседования в день, но меня никуда не берут, я уже думаю, что я в Дубае никуда не годная, все зря родилась на свет. Ну, знаете, то, что вас никуда не берут, это связано с тем, как вы себя ведете на собеседовании. На собеседовании нужно вести себя уверенно в себе, на собеседовании нужно делать вид, что вы знаете все и готовы абсолютно на все. На собеседовании нужно изображать рвение. Для этого я рекомендую вам становиться перед зеркалом и, будучи перед зеркалом, прорабатывать свой внешний образ, свое выражение лица, свою остальку, свою походку. Общее положение тела представляет себе, что вы на собеседовании, чтобы именно выглядеть и создавать впечатление, что вы именно тот сотрудник, который работодателям нужен. Далее, непонятно, почему то, что вас никуда не берут, вы проецируете на то, что вы тупа, никуда не годная и сплоть зря родились на свет. Вы считаете, что человек родился на свет для того, чтобы работать, вы считаете, чтобы человек родился на свет для того, чтобы нас использовал. Здесь, я думаю, вам требуется личностный рост и понимание того, что любое состояние человека, любое положение человека, оно является само по себе достойным, оно является самобытным, и нельзя рассматривать его то обязательно как подготовка к чему-то. Но это опять же воспитание, это опять же немножечко такая работа над вашими установками, над вашими ценностями и так далее. Чувствую вину перед мужем, что я нахлебница и ленивая. Ну, во-первых, если вам муж ничего не говорит, и если он видит, что вы стараетесь, то никакой вины нет. Другое дело, почему вы самому вину чувствуете? Вина всегда это, знаете как, перенос. То есть вы переносите ответственность, например, мужа, да, вот вы берете отношение мужа к себе в этой ситуации, переносите его на себя и, как бы, его прокручиваете, в смысле того, чтобы нести ответственность за себя и кардинально что-то менять. То есть, например, вы говорите, у вас по 2-3 собеседования в день, какие это собеседования, на какую работу вы выступаете соискателем, почему не рассматриваете вариант получения нового образования, еще одного или хотя бы прохождения курсов и так далее. Здесь момент вот такой, что вина – это одновременный негатив, но в то же время это и привычная модель поведения для вас. То есть вы чувствуете вину перед мужем, стараетесь делать еще больше то, что вы делаете, но делаете это вы по сути одно и то же, и, как бы, не достигаете результата именно потому, что идете не по своему пути, не достигаете вы результата именно потому, что вы пытаетесь решить задачу с поиском работы достаточно репродуктивно, то есть вы пытаетесь решить ее как типовую задачу, так как она на самом деле в некотором роде творческая в вашем случае, и раскроется ее творческий потенциал в том, а также природа этой задачи раскроется в том, когда будет понятно, почему вы выбрали именно пиар-специализацию и как это соответствует тому, что вы не очень общительный человек. Далее, я чувствую, что свекровь мне недовольна, считает себя лентяйкой. Значит, у свекрови определенно есть свои установки, у свекрови есть, в своем взгляде, на то, как должна вести себя женщина, и свекровь в любом случае будет недовольна маме, не только потому, что вы не работаете, а просто в принципе, потому что она считает, что ее сыну должна достаться идеальная девушка, а идеальной девушки, кроме нее, самой нет. И вот это, ну, нужно вам для себя понять, что свекровь будет вам недовольна всегда. Далее, я чувствую себя полным ничтожеством, я ответственно, пунктуально, работу свою люблю и знаю. Все это за работа, которую вы любите и знаете, из чего она состоит. И как же так получается, что работу свою вы знаете, а устроиться никуда не можете, в том числе и пиар-специалист, это можно же вроде бы и через интернет работать. Вот. Смотрите, вы пишите, что девушка себя полным ничтожеством, но при этом перечисляется в свои сильные стороны, как бы показывая нам, что вы не ничтожество. Так вот, я вам даже без перечисления этих сильных сторон скажу, что вы не ничтожество. Вам нужно как следует доработать со своей самооценкой, и для этого вам необходимо. Во-первых, на листке бумаги к всем своим достоинствам, которые вы описали, добавить еще какие-нибудь плюсы, которые вы считаете у вас есть. А с другой стороны, листка выписать минусы, которые у вас есть, и разделить их на две части. Первая часть – это минусы ситуационные, которые являются минусами только в определенных ситуациях. Вторые минусы – это минусы явные, которые вам вредят всегда и везде. И вот вам необходимо принять в себе те минусы, которые являются ситуационными, принять их в себе, понять, что это ваши индивидуальные качества, индивидуальные черты, и что это именно то, что делает вас уникальностью и неповторимым человек. Вы можете ставить себе задачи по купированию негативных проявлений этих качеств, но не нужно ставить перед собой цель обязательно их подавить, так же, как и подавить явно негативные черты. Это невозможно, ибо вы человек, у человека всегда будут недостатки. То есть, это вам нужно понять. Далее, я не уверен в себе. Ну, собственно, вот вопрос, в чем вы не уверены в себе. Вот, собственно, вот прямо нужно здесь выписывать, что в чем именно вы не уверены в себе, в каких качествах, в каких чертах, и ставить в себе цели на даче по планомерному увеличению, повышению этой самой уверенности в себе. Дальше. Я не достойно больших денег. А вы знаете, мы достойны тех денег, которые оплачивают ваш труд. И лучше всего, если вы будете ориентироваться на среднюю оплату труда вашей специальности и в зависимости от времени. Я думаю, такую статистику, такие данные найти в труда не составят. И чтобы вопрос, кого достойны ли вы больших денег или нет, больше не поднимался. И в зависимости от вашего карьерного роста, денежная сумма за ваши труды также-то она будет увеличиваться. Далее. Понимаете, я еще ленивая. И лень – это вопрос про экспирации. То есть вам необходимо искать новые мотивы и смыслы того, что вы делаете, а также тренировать свое внимание. Если у вас есть проблемы для того, чтобы не отвлекаться, не распылять его. Начальство я не особо люблю. Начальство и не нужно любить. Начальство нужно подчиняться, долго выполнять то, что оно говорит в соответствии со своими обязанностями и правами, которые закреплены в вашем трудовом договоре, при этом отстаивая свои права, ибо знаете, что права начальства любят попирать. Я не могу быть домохозяйкой. Почему? Как вы к этому относитесь? Пробовали ли вы? Пытались ли вы? Хотели бы научиться? Считаете ли вы это недостатком? Если да, то почему? Считаете ли вы это плюсом? Если да, то точно почему? Обязательно нужно работать, но именно по душе. Как я уже сказал, вам обязательно наработать, это прекрасно, и то, что именно по душе, это неправильно. Работа, которая приносила бы деньги и была по душе, очень редка. В современном мире лучше сразу разделить то, что для души и то, что для денег. Так вам будет гораздо лучше. Пишите вы. Я так согласен на небольшую зарплату, если вы себе противоречите, потому что вы пишите, что вам мало платили денег, когда вы работали на предыдущих работах, то есть низкая зарплата вас не устраивает, при том, что вы пишите, что для наибольших денег, соответственно, это противоречие, нужно как-то привести к единой какой-то позиции, да, чтобы было комфортно, чтобы мне нравилась работа, чтобы меня оценили. Сказывается, ощущение, что вы работу вообще идеализируете. То есть работа, она не должна нравиться, если вы работаете чисто ради денег. Но если она то, что вы делаете для души, и если вы не можете найти работу для души на нужные деньги, то вам нужно искать работу ради денег. Я уже сказал. Ценить. Ценить вас будут только по вашим поступкам и только по стольку, поскольку, потому что ценность ваша проявляется в оплате вашего труда. Сказывается, ощущение, что вам нужно, чтобы вас ценили, потому что вы сами не цените себя. Так вот, я вам открыл небольшой секрет. Если вы не будете ценить сами себя, то и вас ценить никто не будет. Поэтому сперва вам нужно принимать и любить себя такой, какая вы есть. Для этого нужно понять, что вам мешает это делать, в частности, проработать детско-задительские отношения, которые у вас не совсем в порядке, потому что вы отписываете во втором вопросе. И, собственно, тогда ценить себя, и только после этого вас будут ценить другие. Я, конечно, хочу, чтобы не было задержек, чтобы было стабильно и понятно, что делать. Ну, об этом всем нужно разговаривать с работодателем и в трудовом договоре проразвить, чтобы четко прописывали ваши обязанности в соответствии с вашей специализацией. Я, конечно, не хочу, чтобы не было задержек. Ну, задержки – это технический вопрос, задержки могут быть в делугольных, и нужно относиться спокойно. Я не выношу отчеты, бумаги и не представляю, что буду работать просто продавцом или официантом. Вы знаете, вы очень много отрицаете, вы очень много отвергаете, но мы не написали, чего вы хотите и кем вы хотите работать, что вы хотите делать. Согласно ощущение, что данная ситуация, притом, когда человек отрицает и говорит «хочу, хочу, хочу и не хочу, не выношу, не буду, не представляю». Я скажу отношение, что данная позиция чем-то вас устраивает. Вот что-то вам эта ситуация дает. Может быть, где-то в глубине души вы чувствуете некую натужность того, что вам нужно работать. Может быть, где-то вы чувствуете, что вы не хотите в глубине души работать, но делаете это, потому что вам это нужно. и целенаправленно оставлять себя в позиции, когда вам нужно работать только во фрилансе, то есть только свободно и только для себя. Соответственно, вот такие комментарии вам по первому вопросу. Что касается второго. Мы с мужем живем в однокомнатной квартире моей бабочки. Дело в том, что мои родители с бабочкой живут рядом, двушке. Мои родители живут вместе с бабочкой рядом, двушке. В последнее время бабочка с бабой стали 40. Они не разговаривают. Бабочка ненавидит всех мужчин, не включая моего отца, хотя папа ничего плохого ей не сделал. Откуда вы знаете, что папа ей ничего плохого не сделал? Откуда у вас такое мнение? Почему бабочка ненавидит всех мужчин? Из каких пор, из какого обстоятельства, в какого периода начали с ссорами до вашим отцом и ей? Мамам есть двух огней пестивые, а я вижу, как они тяжелые морально, в доме негатив, всегда чувствуются, я плачу, но не знаю, что делать. Совершенно непонятно, почему вы будете человеком 27 лет, не понимаете, что это люди своя жизнь, и что их ссори, вообще-то говоря, у вас не казаться никак. Мало ли, что они там делят, мало ли, что у них там происходит, если маме тяжело, она бы давно от вашего мужа ушла. Если бы вашему отцу было бы тяжело, он бы давно уже снял бы отдельную квартиру и жил бы вместе с мамой там, а бабушка жила бы в своей ручке. Но нет, они живут все в одной комнате и в одной квартире, то есть, и при этом ссорятся, то есть, момент где-то достаточно такой, что взрослые люди сами выбрали такую жизнь. Далее, если вы считаете, что вы виноваты в том, что бабушка и папа ссорятся, потому что вы живете в однокомнатной квартире бабушки, то есть, вы как бы спровоцировали этот ссор, то опять же, момент такой, что ваши родители, взрослые люди, они сами несут ответственность за свою жизнь и свой выбор. Если они позволили вам жить вот так вот в квартире, то это их выбор, это их право, их ответственность. Не берите на себя ответственность за решение других людей. Не берите на себя вину за то, что вы не делали. Этим вы как бы сбрасываете ответственность за себя. Себя же. Родители мои вообще не помогают деньгами, у мужа нет квартиры. Ну вот, а почему родители должны помогать деньгами, не очень понятно. У мужа нет квартир. Ну, из-за того, сколько ему лет, и как вы к этому относились раньше, если раньше вас устраивалось, что у мужа нет квартиры, то почему вдруг сейчас вас это начало заботить не очень понятно. Мы хотим взять ипотеку и уехать в свое жилье, но мы не можем накопить. Значит, я без работы, про это мы говорили, муж мало получает, мы будем как-то на первый класс еще пять лет. Значит, ну, соответственно, почему бы вашему мужу не рассмотреть на, не рассмотреть варианты, как расширение, расширение своей специализации и поиск более серьезной работы, почему бы вашему мужу не рассмотреть варианты профессионального роста и развития, тоже как-то не очень понятно. Далее, бабушки считают, что мой отец ничего не зарабатывает, то полетит на диване, она вообще мужчин ненавидит, вы об этом уже говорили, непонятно, зачем вы это еще раз написали, если у вас есть обиды на бабочку, то их нужно проработать. Понятно, почему она ненавидит мужчин, но вообще ненавидит качество ненависти, так же, как и любовь, это всегда наделение несуществующими качествами людей, которые, ну, при этом человеком встают в определенном свете, то есть ненависть не стоит воспринимать как что-то серьезное. Ненависть, это я еще раз говорю, вот как любовь, идеализация, так ненависть, это демонизация человека. Мама с папой живут как соседи, у них отначально была дружба, они любовь, сейчас просто сожительство, они никогда не ссорились, всегда живи мирно, а сейчас просто ужас. Вы не написали про то, что ваши мамы и папа нашими ссорятся и из-за чего они ссорятся, но поверьте мне, у них есть свои проблемы из-за этого, и все бы там ни было, это их ответственность, это их вина, это их жизнь, это их путь. Вам нужно строить свою жизнь, вам нужно выстраивать свою семью, у которой есть тоже достаточно серьезные проблемы. Я, вот чтобы сейчас не забыть, хотел вам сказать следующее, что вы копируете модель поведения своей мамы, у которой с вашим отцом изначально была дружба, а не любовь. Вы за своим мужем тоже живете так же. Возникает вопрос, как бы вы выбирали, для чего вы выходили за него замуж, зачем вам семья, какое значение вы вкладывали в эту семью и так далее. Почему вы считали, что, значит, дружба это то, на чем можно построить семью, почему вы не хотели любви, любви и так далее. То есть, с чем это было связано. Все вот это нужно разбирать, потому что вы копируете сейчас родительский сценарий по своей сути. Если вы ничего с этим не сделаете, то у вас в итоге все будет так же, как у вашей мамы с папой сейчас. Но еще раз повторю, нельзя брать ответственность за взрослых людей. Вам это неправильно. И это посвятит бег от своих проблем. Третье. По поводу брака. здесь вы пишете, что испытываете драк за будущую жизнь какую-то неуверенность. Дело в том, что я боюсь будущего, я не знаю, как мы накопим на машину и квартиру, как будем жить, когда родятся дети. Ну, во-первых, об этом нужно договариваться с мужем и выискать его отношение к этому всему. Куртарик, о детях речь пока не идет. Вам надо сперва купить квартиру. Если вопрос с деньгами, то соответственно нужно и ориентироваться на деньги тогда. То есть момент такой, что если вам нужны деньги, то надо с этим разговаривать четко и конкретно, что денег не хватает на наши нужды. То есть, что мы подумаем, как вместе можно было работать так, чтобы получать именно больше денег. Именно работа не для души, как вы говорите. Вы-то думаете про работу для души и при этом переживаете о том, как вы будете жить в будущем. Но если вы переживаете об этом, то вы бы работали просто ради денег на любой работу и постепенно откладывать, откладывать и вот бы уже была бы какая-то помощь. То есть здесь тоже противоречие. С одной стороны, вы хотите работать для души и ни на что меньше не соглашаетесь, а с другой стороны переживаете о будущем и намекаете как бы на то, что ваш путь должен больше зарабатывать, а родители должны вам помогать. Совсем непонятно, почему вы, родители, должны вам помогать и почему они должны разменивать свою квартиру. откуда у вас вообще появились такие мысли не совсем понятно. Его родители, родители мужа считают, что у вас своя семья, вы должны сами свои проблемы решать и это справедливо. Правильно или неправильно это не важно. главное то, что они так считают и вам это нужно принимать, нужно приниматься спокойно, а вы складываете ощущение, что как будто вы требуете этого, не хотите и так далее. При этом сами вы мечтаете еще раз представить о работе для души. В вашем случае работа для души это роспище. если вы беспокоитесь о будущем, конечно. Ну и с мужем естественно разговариваем тоже по поводу всего этого. Непонятно говорить вы с ним об этом или нет и вообще какие у вас отношения если взаимопонимание и самое главное что вы вкладываете в понятие интересное и насыщенное жизнь. Потому что то, что вы не ссоритесь, что вас уважают это хорошо но насколько у вас уровень взаимопонимания развит это большой и большой вопрос. Значит так далее вы пишете про эндим значит вы говорите что до из-за встречи у вас пропало ссылание это бывает ничего удивительного и в иной другой ситуации я бы порекомендовал бы вам просто-напросто снимать в виде релаксации в виде бассейна в виде спорта фитнес может быть тренажерного зала но с учетом того что вы описываете о себе значит вот как-то непонятно вы тоже пишете что до мужа у вас было несколько парней не было обезьянной страсти оргазма не было вы были любовниками но удовольствие было и вы хотели секс какое удовольствие без оргазма как-то не очень непонятно если честно другим мужчиной был расчет расчет на что тоже вот не очень понятно с мужем поначалу было неплохо что значит неплохо вы пишете что не больно а последние полгода начались проблемы то есть проблемы начались по сути в том момент как вы начали спецыркать работу ну здесь и стресс здесь и то что у вас никогда не было оргазма здесь и ваши болезни я думаю но вообще я думаю что вам здесь нужно бы к сексологу обращаться это был бы самый лучший вариант потому что действительно ситуация довольно тяжелая и я думаю что во многом это связано с особенностями вашей физиологии вот здесь нужно к сексологу обращаться ибо вы здесь перечисляете медицинские термины вот которые анализировать все-таки должен сексолог человек который в этом разбирается может быть даже сексопатолог я боюсь впечатливый что муж меня бросит ну если он любит вас и он уважает вас то из-за секса вас не бросит кроме того у него насколько я понял в порядке а вот то что не было страсти и сильной любви это очень плохо и непонятно зачем вы тогда выходили замуж мне комфортно я хочу стабильность и вы хотите стабильность и семью наверное для чего лично вам стабильность и семью понимаете складывается ощущение что вы выбирали такого мужчину которым он подстроит семью и пытается теперь его втиснуть в эти рамки идеального мужа который был бы для вас соответственно идеальным партнером в идеальной семье целом в том что так отношения строятся и впервые встречается человек впервые начинаются отношения с этим человеком или только потом семья возникает как естественная форма развития отношений у вас совершенно все наоборот и в этом большая и серьезная проблема как создать гармоничную и счастливую семью ну во первых работать с вами с вашими целями с вашими ценностями с вашими стремлениями с желаниями с пониманием того что вы хотите получить от семьи во вторых обязательное обращение к секциону в третьих работать с мужем по поводу вообще проработки его отношения к всему тому что происходит к сексу к деньгам к проблемам и так далее без этого без этого у вас не получится ничего построить вполне вероятно что если проработать с вами ваши ценности и того чего вы хотите то ваш муж который есть у вас на сегодняшний день окажется вам просто-напросто ненужным потому что человека очевидно вы используете для своей идеи для своего стремления к семье и если вы увидите возможность получить то что вам нужно от семьи а именно получать что-то от семьи и ожидать что вы будете получать что-то от семьи это наивно семью нужно вкладывать а не получать от нее и понадобенно что вам муж станет ненужным ненужным тем более что я вам рассказал вы повторяете линию поведения своей мамы и это ни к чему хорошему не приводит плюс может быть вы переносите на мужа и чест отношения бабушки здесь нужно разбираться еще вот значит вам нужно предсмотреть вообще критерии мужчин и обязательно все-таки обратиться к сексологу для проработки своих проблем именно в интимной жизни ну что ж там хочу сказать напоследок напоследок я хочу сказать что вам рекомендуется работать с психологом не только вам но и вашему мужу вам рекомендуется быть более уверенным в себе вам рекомендуется учиться быть личностью учиться принимать себя такой какая вы есть вам рекомендуется ставить себя в ситуации неопределенности и учиться делать выбор вот это вот то что вам нужно делать уметь делать выбор уметь сказать нет очертить свои личные границы соблюдать свои личные границы и собственно говоря соблюдая свои личные границы вы бы тогда научились понимать и отстаивать то что нужно лично вам а не получать это в другом человеке личные границы отстаивают через создание области как физической так и области сознания которое принадлежало бы только вам что в однокомнатной квартире сделать довольно сложно но можно ага значит ну а выбор вам необходимо тренировать это образ обучение это личный рост то что вам рекомендуется личный рост в общем и целом направление я задал в общем и целом почву для размышления вандал ситуация достаточно серьезная если вы реально хотите изменить свою жизнь то вам необходимо хотя бы подумать над тем что я вам рассказал в своем ответе и тогда у вас появится примерное представление о том каков масштаб работы который вам нужно делать если начнете как можно быстрее то у вас все получится и достаточно короткие сроки у вас все будет нормально на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучше желаю вам всего самого доброго и удачи